Поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Август 2012 года. Казахстан празднует блестящее выступление своих спортсменов на Олимпийских играх в Лондоне. Сборная Казахстана заняла четвертое место по количеству установленных рекордов, уступив в этом только США, Китаю и России. В целом же в медальном зачете Казахстан занял 12 место, завоевав 13 наград – 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых. Казахстан Казахстан Я, как и все казахстанцы, горжусь тем, что в честь наших олимпийцев в Лондоне 7 раз звучал государственный гимн нашей страны и поднимался флаг Казахстана. Наша сборная совершила невероятный прорыв. Казахстан стал одной из ведущих спортивных держав среди 205 национальных сборных. Это огромная победа всего нашего народа. Вы оправдали надежды всего народа. Мои личные надежды от имени всех казахстанцев хочу искренне поблагодарить вас и ваших тренеров, всех, кто ковал каждую из ваших великих олимпийских побед. Это было самое успешное выступление казахстанских спортсменов на Олимпийских играх за всю историю страны. Особую радость казахстанцам принесла вторая золотая олимпийская медаль тяжелоатлета Ильи Ильина. Меня всегда все спрашивают, ты смотришь Олимпиаду? Не обязательно Олимпиаду, чемпионат мира, когда выступает Ильюша. Я говорю, я никогда не смотрю. А почему? Вам что, времени нет? У меня тогда же такие вопросы. Я говорю, ну как почему? У меня сердце же одно, я не могу. Мне очень тяжело смотреть. Илья стал первым в истории Казахстана двукратным олимпийским чемпионом. На играх в Лондоне он поднял в рывке 185 килограммов, а в толчке 233. Общий результат Ильи в 418 килограммов стал новым мировым рекордом. На фоне общей радости мало кто знает, какой ценой дала Сильину эта победа. 24 мая 1988 года в Казахстане родился мальчик весом чуть выше среднего – 4 килограмма 100 граммов. Родители назвали его Ильей. Малыш рос и развивался, как и все дети. Никто и не думал, что этот мальчик наделен феноменальной природной силой, пока в один из дней Илья не пришел в зал тяжелой атлетики. Да он и сам тогда не знал, что впереди его ждет блестящая спортивная карьера. В декабре 2001 года на проходившем в Семипалатинске чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике специальный приз самому юному участнику достается 13-летнему школьнику из Казаларды Илье Ильину. В 2005 году Ильин побеждает на чемпионате мира среди юниоров и выигрывает мировое первенство среди взрослых. В 2006 он повторяет этот успех, завоевывая две золотые медали. В декабре 2006 Илья выигрывает азиатские игры в Катаре с результатом 401 килограмм, 175 в рывке, 226 в толчке и начинает подготовку к Олимпийским играм. Я буду дальше готовиться, дальше. Олимпийские игры, самое главное, это просто проходящее соревнование. Самое главное это Олимпиады, 100%, только туда. 2008 год, Олимпиада в Пекине. Все внимание мировой общественности привлечено к соревнованиям по тяжелой атлетике. Казахстан в этом виде спорта представляет Илья Ильин. К тому времени 20-летний атлет, уже двукратный чемпион мира, чемпион азиатских игр. На этой Олимпиаде, несмотря на травму, полученную во время соревнований, Ильин завоевывает золотую медаль. 180 подошел, чувствовал уже легче, чем 175, но в седе, когда я вырвал и ушел в сед, был хруст. Потому что штанга ушла назад чуть-чуть, немножечко. Ну, как сказать, хорошо, гибкость есть еще. Удержал, встал, просто нам просто боль, да, была очень сильная. И подзумер прям бросил. Спасибо судьям, они молодцы. Меня как бы помогли мне. А если бы еще чуть-чуть, я думаю, там она выскочила бы до конца. Ну, третий подход, он не нужен был, во-первых. И во-вторых, просто не смог бы сделать, как ни крути, другой вес, и уже все. Или сломал бы руку, наверное. Когда сел на помосте, ощущал свободу, легкость. И мне было так легко, свободно. Ильин побеждает с результатом 180 килограммов в рывке и 226 в толчке. Он становится первым казахстанским олимпийским чемпионом на этих играх. Вторую и последнюю золотую медаль на Пекинской Олимпиаде в стране принес только боксер Бахет Сарсигбаев. На родине золотого фрезера Ильина встречают как настоящего героя всеобщая слава, почет, государственные награды. Но 20-летний спортсмен тогда и думать не мог, что дома его ждет борьба не слабее, чем на Олимпийском помосте. Олимпиада в Пекине преподнесла свои уроки. Ильин смог доказать, что он силен не только физически. Но, как часто бывает после головокружительных триумфов, человек сталкивается со сложностями. С 16 до 20 лет я без остановки шел к этой медали. То есть профессионально. С 17 я выиграл мир и так далее. Это колоссальные нагрузки. Физическое истощение, непонимание, а отсюда и моральная боль привели к тому, что Ильин стал тренироваться самостоятельно. Об этих противоречиях и проблемах, с которыми столкнулся олимпийский чемпион, узнал президент Казахстана. И в ходе онлайн-конференции Нурсултан Назарбаев поставил точку в этом вопросе. Наш чемпион Олимпийских игр Илья Ильин. Кто только чего не говорит. Когда он стал чемпионом, мы все подняли его на голову, благотворили, все были довольны. Сейчас, когда он приболел, у него появилась семья, маленький ребенок. Он, говорят, не может выполнять тренировочные задания. И всех собак на него спустили. Это неправильно. То есть с чиновниками от спорта он не мог договориться. Я вчера поручил немедленно разобраться с этим безобразием и навести порядок. Я думаю, Илья нормальный парень. Он будет тренироваться. Я убежден, что он в Лондоне принесет нам золотую медаль. Благодаря президенту, действительно, пока он не сказал слова, ничего не было бы. Меня бы, наверное, такие потушили бы. История тяжелой атлетики, да и в целом любого вида спорта, помнит немало фактов, когда после высоких взлетов спортсмены просто-напросто ломались, не выдерживали нахлынувших на них обстоятельств. И только настоящие чемпионы находили в себе ресурсы мобилизоваться, выстоять в любой ситуации и еще не раз в будущем доказать свое превосходство. Ильин вернулся в сборную, но понимания с тренерами так и не нашел. Он предложил своим друзьям Тойшану Бегтимирову и Иржасу Болтаеву стать его наставниками. Молодые люди взвалили на себя тяжелый груз ответственности готовить Ильина к чемпионату мира в Париже. Я пишу официальное письмо, я хочу, чтобы был мой тренер Толик, и все, на этом точка, закончили. Не от того, что он там супермастерство у него тренерское есть, не от того, что просто он меня подстегивает, и я его подстегиваю. Он режимный человек, он очень серьезный, как бы он стал моим тренером, потому что мне с ним удобнее, проще и легче. Второй мой тренер, Иржас, мы друг друга знаем давно. Он молодой, талантливый тренер, который будет, у него большие перспективы в плане тренерства, да. Тут, получается, я хорошо поднимаю, он хорошо тренирует, Толик хорошо режимит и хорошо делает те дела, которые мы не успеем. Для Ильи был выработан отдельный график. Режим, питание – все это держалось под строгим контролем. На кону – золото мирового первенства. Мало кто верил в их успех. Победа в Париже была для Ильина делом принципа. Он должен был доказать всем, и прежде всего, самому себе, что рано на нем поставили крест. Морально подломленный, но не сломленный окончательно. Игин побеждает, поэтому не сдерживает слез, стоя на глинестали. Теперь остался Лондон, а там дальше посмотрим. В 7 месяцев подготовки, и все будет в порядке. На родину Ильин возвращается уже трехкратным победителем мирового первенства. В стране сразу пошли разговоры, что Ильин вернулся. Чемпион мира активно включается в общественно-политическую жизнь страны. Сразу после чемпионата мира я выступаю здесь, на съезде. И сегодня в кругу однопартийцев, выступая здесь, перед вами, хочу сказать, что эту маленькую победу, искренне, от чистого сердца, я посвящаю 20-летию независимости. Вам лично, Мустана Абишевича. Впереди оставалась только одна цель – Олимпиада в Лондоне. Ильин продолжает подготовку по уже выработанной системе. Часть утренней тренировки олимпийского чемпиона Ильи Ильина заканчивается приседанием со штангой весом 240 килограммов. Это делается для того, чтобы к вечерней тренировке укрепить ноги спортсмена. Сразу отмечу, что неподготовленному человеку, такому как я, эту штангу не поднять. Максимум ее можно просто покатать. Но олимпийскому чемпиону на вечерней тренировке придется приседать уже с весом 270 килограммов. Недельный план состоит из чего? В понедельник – 95 процентов нагрузки от предельного. То есть Илья, если поднимает 100 килограмм, в понедельник он поднимет работу. На весе 95 килограмм. Вторник – 85, среда – 90. Четверг у нас вот те процедуры, которые вы видите, плюс разминка, хорошая разминка. Пятница – мы идем на предел. Это и есть соль системы. Каждую пятницу, практически каждую пятницу спортсмен выходит на максимальные веса. А вот одна из самых тяжелых и изнаурительных тренировок олимпийского чемпиона. Не все получается сразу. Вес не покоряется. Решено сбросить килограммы. Исходя из этого поднятых килограммов, строится следующая недельная программа. Китание очень такое диетическое. Илья, не жареная, жирная. Немецкие спортивные врачи расписали нам это питание. Сейчас мы исследуем четко эту графику и результаты хорошие. За всю свою жизнь он сейчас в самой лучшей форме. А в целом как ощущения? Супер. Ощущения отличные. Приблизиться к 240 хотя бы на тренировке уже хорошо. Советский рекорд – это уже намного лучше. Вес, конечно, надо подгонять чуть-чуть. Но хватит 230, я думаю, 185-230, чтобы выиграть Олимпиаду. С этой уверенностью Ильин вышел на Олимпийский помост в Лондоне. Миллионы наших соотечественников замерли в ожидании его выступления. 4 августа стал днем триумфа тяжелой атлетики Казахстана. Подняв толчке 233 килограмма, Ильин устанавливает мировой рекорд и становится первым в истории страны двукратным олимпийским чемпионом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны отметить мировой рекорд, который подтвердил Илья Ильин Ставший первым двукратным олимпийским чемпионом в истории нашей страны Я читал в одной из американских известных газет, которая пишет, что говорят «Как легко этот казахстанец поднимает такие килограммы» Я думаю, за этой легкостью находится огромный, каждодневный тяжелый труд Молодец, Илья! Он мне обещал эту победу На Рио я 99,9% уверен, что я буду выступать, и я принесу третью золотую олимпийскую медаль Конечно же! 0-1 я стал, чтобы я был уверен еще Через год я точно скажу 100 А пока 99,9% Спасибо вам, народ, за то, что вы со мной рядом, с нами рядом Мы еще покажем все Многие знают, что после Пекинской Олимпиады на свои собственные средства Илья построил в родной Казаларде детскую спортивную площадку И после победы в Лондоне он намерен дальше развивать спорт на своей малой родине Сейчас Ильин готовит проект по созданию школы тяжелой атлетики в Казалардинской области Вещи, которые необходимы для Казахстана, и для спорта, и для тяжелой атлетики мы будем там развивать И думаю, что уже не будет один на 20 лет Илья Ильин, а уже, может быть, мы сделаем так, что такие, как Илья Ильин, будут почаще появляться Дальше мне нужно учиться Хочу отучиться Хочу английский, казахский язык знать в совершенстве Это мои цели Хочу мальчика себе уже завести Ребеночка Хочу полноценно жениться Я еще не женился Что же вдохновляет олимпийского чемпиона на такие победы? Любовь к жизни Я люблю жить Каждая победа к победе вдохновляет Если я что-то не делаю, я себя ненавидим начинаю Мне надо что-то делать Сделал что-то, победил Все, у тебя есть определенное время, где ты должен восстановиться, отдохнуть Потом ты дальше должен идти Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин